Сегодня Казанский парк имени Урицкого известен в первую очередь своими ажурными мостиками через канал, где существует традиция. Свадебные пары вешают замок на перила и выбрасывают ключи в канал, символ крепости брачных уз. А в 70-80-е годы главной достопримечательностью парка был Антошка. В СССР была странная традиция. Самолеты, отслужившие свой срок, часто устанавливались в городских парках на площадях. Обычно их переделывали под детские кинотеатры, кафе или тиры. Был такой кинотеатр и в Казани. На его месте в парке Урицкого и по сей день существует кафе под названием Антошка. Точная дата установки авиапамятника в парке Урицкого неизвестна. Это однозначно произошло после 1973 года. В один день, 27 августа 1973 года, большая часть парка Ан-10 МГА была списана по причине неудовлетворительного техсостояния. Ставшие ненужными самолеты превратились в самый массовый 70-80-х годах авиапамятник в Советском Союзе. В Казанском Антошке можно было не только посмотреть мультики, но и покушать мороженое, выпить лимонаду. Автор этой рубрики лично побывал на одном из сеансов в 1978 году. Однако действовал кинотеатр недолго. Уже в 80-м его закрыли по требованию пожарных. Кадры этой любительской съемки второй половины 80-х запечатлели Антошку в уже законсервированном состоянии. Хотя администрация парка вместо самолетных трапов и устроила детские горки, просуществовал казанский авиапамятник недолго. В начале 90-х его разрезали на металлолом для продажи в качестве ценного лома цветных металлов.